Вчера в столичный аэропорт прибыл второй самолет с казахстанцами из Украины. Эвакуационный рейс авиакомпании «Эйр-Астана» прилетел из города Катовица. На борту находились 124 пассажира, четверо из которых младенцы. Прибывших радушно встретили родные и близкие соотечественников, представители Министерства иностранных дел Республики Казахстан и наша съемочная группа. Казахстанец Карим Ажигулов переехал в Украину с семьей еще в 2013 году. С тех пор жил и работал инженером в нефтегазовой отрасли в Киеве. После начала военного конфликта и бесконечных взрывов принял решение вернуться на родину. 25 февраля они выехали в сторону границы с Польшей. Мы лично с семьей добирались своим транспортом через границу, но знаем, что были организованы автобусы, поэтому самолет был полный. В пятые сутки в бомбоубежище со всей семьей находятся. Потому что Харьков тоже находится на границе с Украиной, а с Россией. И там уже идут разноченные бои, обстрел городов. Также со своими коллегами из Харькова сложнее, чем вывозь, например, из Киева или с Одессы. Но ждем, ждем хороших новостей, может у них получится вывозь. Среди прибывших были и те, кто поехал в Киев на лечение. Однако процедуру пришлось прервать и искать срочные пути эвакуации. По словам Жанарка Дребековой, 90 километров дороги от Львова до границы с Польшей они преодолели за сутки. На границе встречали волонтеры. Прибывших накормили и помогли, чем могли. Конечность сирены и вот эти выстрелы и взрывы Киев только так бомбят. Это просто реально, там война, это просто реально страшно, очень страшно. Она здесь, она растерянная вообще очень. Просто мы в этой ситуации прошли через боль, через сострадание, через любовь. Как вот наши ребята, послы, они своих семей отправляют и сами возвращаются в эту горячую точку. Посольцы сказали, что в истории Казахстана не было такого вот, чтобы вот такая масштабная эвакуация была. Очень много еще наших казахстанцев там. Мы выехали шестым автобусом. Я изначально знала, что мы лучше всех проедем. Мы лучше всех проедем. Посольцы вообще просто наши, наша страна, у меня гордость появилась. Наша страна, наши ребята с посольства, они день и ночь там просто. Около свыше двух тысяч казахстанцев там. Они просто, бензина нет, продуктов, продуктов что, смогли запастись. Вместе с нашими соотечественниками на борту был и советник-посланник посольства Казахстана в Украине. Сергей Коновалов утверждает, что на сегодня эвакуировано более 300 казахстанцев. Сейчас в безопасной зоне Польши находятся 74 человека. Все они обеспечены бесплатной гостиницей и питанием. Для них Министерство иностранных дел Республики Казахстан планирует организовать третий эвакуационный рейс. В самом зоне конфликта в Киеве, в посольстве именно, находится 30 человек. Вместе с послом и сотрудниками все тоже обеспечены питанием. Но мы ожидаем, что в ближайшее время будет связь с ними прервана, потому что бомбардировки продолжаются. Также мы ждем с Харькова 20 человек в скорое время, то есть эвакуируется. И со Львова тоже в ближайшее время будет отправлен Львов в самые близкие границы еще 15 человек. Министерство иностранных дел Республики Казахстан продолжает работу над организацией возвращения казахстанских граждан на родину из Украины. Дополнительные эвакуационные самолеты будут отправлены по мере сбора граждан на границе. Мадина Неспек, Аманжол Махтыбай, телеканал Жецу, Нур Султан.